Сегодня 9 октября, все скошенное здесь. Володя Пащенко косил, все ушло на шалаш. Вот это вот прорыв. Вода здесь утекла раньше. И вот мы поднимем. Наш храм. Вот он. Купол. Лопата. Толкушка. Сейчас вот тогда тихонечко пает ямки под столбушки. Здесь хотим загородить сеткой рабицей от коров. Короны летают. Этот шифер положили мы от бобров. Экскаватором тут нагрудили. И уровень повысится. Воды. И может быть рыба не будет промерзать. Ох. Время уже пятница. Девятое. До 10 октября нам здесь быть. Последний день. Но придется быть. Заплатили за все 69 досок. Не могли напилить. Лес везут как тонкие. Поэтому Сергей Павлович у нас уезжает Пупков. А мы остаемся. Это вот сейчас копаю. Что? Защитить плотину. Видишь ее как развалили. Показать просто можно. Коров запускает сюда. Это невозможно. Как отбиться? Вот там сетку рабицей. Нашли. Наша же сетка. Мы ее там повалили. Из-под земли достали. Теперь надо рамку проскать. И вот здесь вот. Пригородить. Вот такая большая жерчь. Вот здесь. От нее тогда большую жерчь туда пустить в воду. Этот. Сколько будет. А здесь. Главное. Вот. Видите насколько поднялся. Достаточно. Нашествие бобров. Прямо не знаю сколько нарыли они нор. Шипер везде ставим. Чтобы от бобра отбиться. А получилось что шипер ставим уже не только от бобров. А от коров. Никому это не надо. Почему? Ну как. Корова напилась и ушла. А она все. Подошла. Почесалась. Быки эти. Лапами. Копытами скрепут. И вот здесь. Конечно. Каждый друг в радость. Понятно что. Видите на какой верхотуре приходится стоять здесь. Вот выкопал. Ну яма то что то. Сантиметров по 30. Третья яма. Ну. Рыжный грунт. Так что. Как это узнать. Так что. Как это узнать. Вот так. Сейчас. Оттуда. Грунные. Смотри какая там маяка. Вот здесь. Соколовин. Ну и там этот. Володя. У него спроси. Скажи. Мазать. Помазать надо нам. Поставить столбы. Больше. Оплатить за щебень. Щебень приходит откуда-то с Гурьевска что ли. Ну и получается что. Один КАМАЗ теперь уже не 4 тысячи. А 13 тысяч. Один КАМАЗ. Ну сколько. Насобирал 215 тысяч сейчас. Отдаю. Она. Бухгалтер. Срочно. Надо. Я приезжаю прям сюда. К вам. Сейчас здесь составим. Ну. Бухгалтер там. Документы какие. И все время боишься. Какая компания свяжется. Глядишь. Она лопнула. Ничего нигде нету. У нас тут Вася Черепанов. Все время. Ходил. Вкладывал. Вкладывал. Строит. Дом строит. Дом приходит. Компании нету. И вообще никого нету. Страна воров. И как тут жить. Ну жить надо только так. По-божески. На них не равняться. Простил и продолжай дальше работать. Ну надо маленько глядеть. Не быть простофилий. Мы заснимаем все это на видео. Берем документы. В случае чего хотя бы что-то представим. Все время трясешься где-то. Обманут? Не обманут. Вчера пять камазов работали. Я не знаю как. Ну. Маленько то я вижу. И все эти. Кто они там. Водители. Как назвать их. Шофера. По-хорошему все. Я всем подарил Новый Завет. И почему я верю. Там какого-то артистанца. Хороший такой текст. Ну вот дал им визитки свои. Какие. Какие. Кем-то охотиться. Люди ищут единство. Единство. Единство нам должно быть. Единство Евангелия. Павел говорит единодушно. Подвязайтесь за веру евангельскую. Вот мы единодушно работаем. Мы все православные христиане. А тут так. Маленько не так сказалось о Серафиме. Или о Патриархе. Хотя он не Патриарх. Прям умирает где-то. Какие же вы. Интересно. Вот этот. Флуд. Священник служит в алтаре. Поднимает руки у престола. И занимается флудом. Просто гадит и гадит и гадит. Как это? Зачем? Что это сделал? Они по-моему понимают. Ну и по-твоему понимают. Это даже спам. Что-то тролить. Уже даже бесовским именем называется. Ничего не понимают. Миллионы людей уходят в протестантизм. Ни два, ни три. В мусульманство уходят миллионы, миллионы. И они никого не видят. Они видят только тот, кто сказал правду. Я сказал не правду, златоут. Говорят, поцелуй за намерение. Поцелуй. А дядь готовы убить прямо. Злобятся надо. Мы непременно должны что-то сделать. Эксперты назначат. Назначай эксперта. Вот копай. Со мной вместе-то. Вся эта дурь исчезнет. Единство надо искать евангельского во Христе. А не так. Смело заяви. Зачем же это? Человеку угождать. Невозможно. Павел говорит, если бы я угождал человеком, не был бы рабом Христом. Это невозможно. Если ты только для архиерея все трясешься, для патриарха, для президента, ты не рад. Ничего не получится. Я им сколько-то говорю, они понимают, на такой верхотуре приходится говорить. Я переживаю просто за них. И молюсь, прости им Господи. В судный день-то бы они не оказались на левой стороне. А что они успеют? Ничего они не успеют. Это бесполезно. Бог за меня. Вот у нас московский комсомолец на Алтае. И там статья появилась. Остановите Лапкино. То есть лагерь. Вторая статья. Наконец-то лагерь прихлопнули. Заголовки такие. И кто писал? Александр Самульцев. Я только приехал, даже разговаривать не стал. Я говорю, это уже не было. Проходит неделя, его убитым нашли. Все кончилось. Кого прихлопнули-то? А уже сколько лет тому назад? А мы живем, благодарим Бога. Не прихлопывать надо, а радоваться. Ликовать в ладоши, хлопать, что нас Христос искупил, умер за нас. И те, которые были, вот я все вспоминаю их. Ничего тут. У нас был милиционер-майор. Такие пакости. Прокуратуру писал. Но ничего нельзя. Любыми путями разрушить потеряем. А приехал к сыну. Внезапно инсульт умер. Никого нету. То есть это Бог делает. Не я же ему в темечко сунул-то инсульт этот. Бог нас призвал к миру. К любви. Заходят в мой дом. Меня поносят. То есть я имею в виду мой YouTube. Мой сайт. Мой форум. Там контакты. Везде гадят. Пакости говорят. В один день утром вчера встал. Пятьдесят моих роликов. Одним и тем же материалом. Лапковщина такая. Там весноватая. Смотришь. Беда. Как гадаринские весноватые. Выскочили. Ничего не любят кроме гробов своих. Мертвецов. С трупами связались. И живых людей потеряли. Одна душа по твоей небрежности погибнет. Всей жизни не хватит. Говорит Анзатаус. А их миллионы гибнет. Одумайтесь. Что вы делаете? Об этом Феофан Затворник говорит. Священник считает. У него все нормально в приходе. Но когда уже все полыхает огнем. Начинает хлопать руками. Что делать? Поздно. Снова придет. Снова сотнями тысяч расстреливать начнут. Люди-то все видят. Что вы делаете? Живете только для мамоны. Опомнитесь. Остановитесь ради Христа. Истинного Бога. Которого вы исповедуете. Еще раз пять оносите на себе. Я вас не трогаю. Я один раз сказал и отошел. Я обязан был сказать. Обязан мне. Бог дал это сказать. Сравнить с Евангелем. Во свете Библии. А во свете Библии никакой дворкин ко мне на пушечный выстрел не подойдет. Дали указания там по чаю. Где-то Тульская епархия. Кемеровская епархия занимались. Центрские отделы. Все рассыпались. Никого нигде нет. Нам работать надо. Как Антонин. Поработал, поднял руки. Поработал, опять поднял руки. Вот это вся жизнь. А как ты поднимешь руки? Да вот я стою на этой верхотуре. Один, второй. Запечатали. Направить подушинку. Не прогресса своего рода. И не погружает. Со всего мира у нас здесь крещение принимают. Ты посмотри. Это же все искусственно создано. А там не погружает. Некому глупостями заниматься. Некому. А здесь только поговорить. Где-то нажать. Компьютер. А если его претергиан спает. Он не умрет, а Тихрис будет. Он подсматривает. Все тем макости делает. У престола. Руки поднимает. Некому уже в лобу там будете. Каждый день. Совершенно не отвечаю. Ничего нету. Но я ответил. Увещевая. Отстаньте. Отстаньте. Начинайте работать. Вот он был. Смотри какая придора. Он весь смел. И не трали в местности. Там. Можь лежался. Трактор вон где. Остр проваливается. Вон он где. Видно даже. Он едва вылез отсюда. Но мы сделали дамбу. Повернули ее. Она сядет. После этого можно будет по-настоящему работать. Поднять воду. Хотя бы на метр. И она уже не будет промерзать река. Работа. 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 Я вечером едва и едва до тума дохожу. Пришел. Плюхнулся и все. Так это каждый день. В семь мы уже позавтракали. И уже на работе. Я прощаюсь к тем, которые вокруг меня. Вокруг моей колокольни. Подвизгивают. Бегают. Им это не надо совсем. Не надо. Это Бог дал мне счастье. Блаженны вы. Когда имя ваше понесут как неугодное сыну человеческому. Они решают спасение. Нет ему спасения в Боге. Вот что враги мои говорят. Вам ли это решать? За меня Христос умер. Я вам не принадлежу. Вы рабы. Это мелочная бездарность нападает. Бесталанность. Ничего не могут показать. Бог все-таки будет судить по делам. Какие дела были. Мы скольких людей приветили. Пришли люди. Вот. Разруха. Ничего нет. И вот начинается жизнь. Вон они старые. От колхоза остались. Телятники. Больше ничего нету. Они никому не нужны. Почему это? Проклятая кровожадная власть ушла. А ее поддерживала церковь. Церковь. Везде благодарственные молебены. Сейчас Великой Октябрьской социалистической революции. Прямо тут Паршин объявил Павел. В кафедральном соборе Новосибирске. А сегодня уже тоталитарный режим был. Все холицемеры. Поэтому власти им нисколько не верят. Отстаньте. Занимайтесь своей душой. Занимайтесь людьми. Приучите любить Библию. Любить Христа. Это все будет по-другому. Видите тележки? Какие столбы? Вон лежат. Это надо где-то найти было клен. Его в прошлом году мы спилили. Он пролежал. Сейчас он побежал за отработкой. Помазать. Поставить. Засыпать. А он сгниет. Но это труд. Мы уже без зеленища. Поработаем. Поработаем. Потому что к этому нас призвал Бог. Коти лица есть хлеб с собой. Они знают, которые нападают. У них времени даже нет. Если против вас согрешил, вы так и скажите. Я у вас что-то взял. Отнял жену. Отнял дом. Отнял лошадь. Покажите, что я у вас взял. Вы торгаши. В церкви торгуете непременно. Таинства все извратили. Все таинства. Подряд всех причащают. На исповедь идут. Люди только прощают и прощают. Эпитимью не накладывают. Гибнет сам. И кого отпускают грехи. Кому говорит Иоанн Златонус. Вы губители. Губители. Те, которые лезут на меня. И это все кончится. Ну вы побеснуетесь там еще. Говорится. Из гробов своих повыскакиваете. Какое-то время. А потом. Ну одно и то же повторяете. Зачем 50 раз. На каждый ролик. Одно и то же отставить. Надо совесть иметь. Но. Я их не закрывал. На последние дни. Вижу, что наше увлекательство. И самое опасное. Там уточка. Чернодаров Игорь. И он там просто буйствовал. Только уехал я. Пошли звонки. Детские голоса. И матерятся. Здесь точно так же. Вот эти два выкормыша выскочили на меня. У алтаря служат. Что-то. И пошли матерки. И все детские. Я не хочу. Но поневоле думаешь. Это вы наверное это делаете. Это ваше паство. Прямо такими матюгами гонят на меня. Ужас один. Никогда этого раньше не было. Как только где-то что-то поднимется кто-то из священников. Следом идут дети и матерят. Я не знаю. Я не знаю. Доказательств никаких нет. Но один раз случайность. Но два, три, четыре раза. Это уже система. Просто говорить страшно даже. Любыми путями уничтожить человека. Самое мстительное, бездарное собралось там у вас. Мне некогда за вами следить. Ни на одном форуме, нигде я два раза не выставлял материал. Да зачем мне ходить? Ведь у меня своих хватает материалов. Мне тут каждый день и каждый день. И всем рассылает им епархию и пишет. Теперь задача поссорить митрополита Сергия Иванникова в Алтайской епархии со мною. На него теперь клепать патриархию. Ни перед чем не останавливаются сергианцы. Вот эта предательская Сергия Строгородского декларация сделала вас такими подлыми. Да тархиерей. Мы с ним прощаемся, обнимаемся, целуемся. А вы ему это сказали? Еще только там. Что сказать? Я скажу. Он со мной обнимается. Не с вами. Ко мне приехал не к вам. А кто епископ? Да он прямо пишет. Мы к РПЦЗ относимся. Мы не патриархийные. Но у нас акт о каноническом общении принятый. Дальше-то ничего не было принято. Это потом уже наворачивают. Завтра у нас мусульманам будете передавать буддистам. И за вами идти архиерея. А сколько архиереев было предателей? 100% архиереев все КГБшники были. А он что скажет? А что он скажет-то? Он ничего не может сказать, кроме того, чтобы пузо, барабан отростить. Если бы жили для Бога, они были бы тощие, звонкие и прозрачные. С нами бы работали. Мы примем любого. Я просто умоляю Христом Богом. Отстаньте от меня. Отстаньте. У вас масло гнилая. Все приезжают кто. А вы какой веры? Курят, курят. Пьет, пьет. Но он православный. Мы принизили планку до грязной лужи. Любой сектант чище живет, чем православные батюшки даже. А то придумали самый плохой монах лучше самого хорошего мирянина. Откуда это взяли? Откуда это известно? Неизвестно. С чего ради он лучше? Что друг с другом спят там? Не знаю. Не знаю. Для вас одного Андрея Кураева хватит. Вы с невзором с одним не поладите. Там еще задорно прядом-то. А вы на меня всыпились-то. Страм один. Просто срам. Вот работает Андрей. Важно от медики Spalding. Важно. Уважно. Важно из Черная пола по шоке. Важно. Уважно. 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 растягивающих я пойду посмотрю тоже. Какие красоты у нас здесь, где были вот такие, храм мы сделали для воды. Но это понятно, что это храм Игоря Воробыша Склады. Сергей Павлович Распутывая сетку, я спускаюсь в даму. Сотни крючков здесь. Их надо распутать. И здесь мы постараемся овечек остановить. Овечки тоже разрушают плотину. А там идет у нас Никита. Ну все, давай пойдем. Какая жердочка хорошая. Самая прямая, мне так жалко ее. Одна осталась. Все, сейчас мазать будем.